Прямая речь Прямая речь Прямая речь туризм, рестораны, всякого вида услуг. Ну, а второе, что другой бизнес приспособился. Ну, и третье, что очень-очень важно, что в этом кризисе тоже очень большая поддержка со стороны государства. Но не только в Латвии, это во всей западной... Европе, по сути. Да, западной Европы, западных странах. И, ну, как бы, это отражается на нас. И, ну, конечно, если мы смотрим на мировую экономику, то тоже, особенно в товарных отраслях, тут отскок от нижнего пункта прошлого года был очень-очень сильный. И, в принципе, мы видим, что промышленность, она может работать и функционировать при условиях ковида. Не только у нас, а во всей мировой экономике. Так что, ну, это как бы сошествие многих факторов, почему этот упадок в экономику был меньше, чем ожидался, ну, и меньше, чем в Европе в целом. Вот вы упомянули государственную помощь или государственную поддержку, но до недавнего времени в Латвии она была достаточно скромная. Да, по сравнению с весной есть определенный прогресс. Мы видим вот эти и грантовые средства, и так называемые субсидии зарплат, другие механизмы задействованы в большем объеме, чем было весной. Ну, вот в последнее время что-то, нечто такое невиданное, наверное, ну, в латвийской истории, это вот решение каждой семье с детьми раздать вот эти вот пособия по 500 евро на каждого ребенка. Сейчас мы знаем, что поддержано и по пенсионерам 200 евро, всем пенсионерам, вне зависимости от того, от размера пенсии. Кто-то уже это назвал, вот эти такие вертолетные деньги. Нет ли такой опасности, что мы вот как бы из одной крайности окажемся в другой крайности, когда мы будем вот бросаться этими деньгами по существу заемными? Ведь это, я так понимаю, кредиты новые. Да, ну, я думаю, такая опасность, она немного существует. То, что вы правильно отметили, до начала этого года поддержка экономики в Латвии, она была меньше, чем в соседних странах. Но, конечно, для нас важна поддержка для всей европейской экономики, так как экспортный сектор, он работает на экспорт, там, конечно, мы получаем выгоду из тех мер поддержки экономики, которые делаются в других странах. У нас, да, я думаю, в некотором смысле мы слишком мало, малой поддержки экономики, может, идем уже в другую сторону. но это не вопрос только об общей сумме, которой, мы понимаем, нужно было поднять эту поддержку, но от такой цели ненаправленности, да, то есть мы как бы сначала пытались целенаправленно эту помощь давать тем, которые пострадали от этого ковидного кризиса, там, ну, успехи где как, кто-то получал, кто-то не получал, ну, и я думаю, это такой более политический шаг, чтобы понимать, что у нас целенаправленные меры, они не очень хорошо работают, но как-то дать деньги обществу и успокоить общество, вот поэтому, я думаю, и такое решение. Вот тоже есть такой вопрос, я думаю, что, может быть, это еще вопрос исследований дальнейших, ну, вот мы знаем, что из-за этих всех ограничений, ну, магазины, кроме продуктовых, вот этих хозяйственных, закрытые, уиселительные заведения закрыты, рестораны, кафе, работают не все и тоже только на вынос, и с одной стороны кажется, что это будет способствовать накоплениям, то есть, ну, те, у кого все-таки заработки не упали, доходы не снизились, некуда потратить деньги, с одной стороны, да, с другой стороны, нет ли опасности, что в результате, ну, раз какие-то магазины открыты, будем тратить там, то есть, будем больше вкладывать в еду, в продукты, в алкоголь? Да, ну, конечно, структура потребления, она, и в прошлом году, и в этом году, мы видим, что довольно сильно изменилось, снизилось потребление и расходы на услуги, повысились на всякого рода товаров, ну, и, конечно, мы видим, что трост накопления, который мы сейчас в банках наблюдаем, он очень-очень стремительный, например, в январе месяце, по сравнению с прошлым годом, января месяца, накопление домашних хозяйств в банках превосли на 15%, ну, это при том, что у нас сейчас ограничения и упадок экономики, это очень-очень быстрый рост накоплений, ну, и такую ситуацию мы наблюдаем в других странах, то есть какая-то часть потребления, которая просто перенеслась от услуг на всякого рода товаров, ну, конечно, не все, а остальное, она остается в накоплениях, но нужно понимать, что эти накопления, они очень-очень неравны, то есть есть люди, у которых довольно хорошие заработки, у них действительно стремительно растут эти накопления, но в то же время, мы понимаем, есть секторы, которые сильно пострадали от ковида и, конечно, ну, люди, которые работают, там ситуация совсем иная. Да, вот, можно ли сказать, что вот этот экономический кризис, он такой, ну, особенный, я почему говорю особенный, поскольку, если мы даже посмотрим, ну, чаще всего, с чем характеризуется экономический кризис, ну, например, как это мы наблюдали в 2008-2009 году, ну, падали цены на недвижимость. Сейчас, ну, может быть, я ошибаюсь, но такого, какого-то значимого, существенного падения цен на рынке недвижимости, по крайней мере, вот в Латвии я не наблюдаю. Да, действительно, этот кризис, он очень уникальный и по причине, то есть, это пандемия и по тому, как государство на него отреагировало, в прошлом кризисе у нас не было выбором, нам пришлось сокращать расходы и делать концентрации, сейчас мы этого не делаем, у нас есть возможность поддерживать экономику. и, конечно, в Латвии, я даже сказал, что даже немного отличается от других стран мира, у нас цены на недвижимость не падают, но и не растут, а в то же время США, Канада, многие страны Европы, где, наоборот, сейчас цены на недвижимость резко подрасти и из-за той причины, по которой мы уже обсуждали, то есть, людям денег стало больше, надо куда-то откладывать, потратить, и появляются некие опасания инфляции из-за всех мер поддержки экономики, за повышение общего объема денег в экономике и за счет политики центральных банков, и это приводит к решениям либо улучшить свои жилые обстоятельства, либо как-то инвестировать свои деньги и, в принципе, наблюдается в многих местах даже рост цен недвижимости. У нас пока что это ближе к нулю, особенно, скажем, в Риге, квартиры, дома, это немного другая ситуация, но если мы смотрим в период, я бы даже больше ожидал какого-то роста цен, чем его падение, и из-за того, что у нас тоже эти накопления не приросли, в прошлом году почти миллиард евро домашних хозяйств, и в каком-то моменте эти деньги не могут поступить в экономику. Да, вот как раз буквально несколько минут того назад в парламенте выступал премьер Кришнин Скаринч, и он, отчитываясь, наверное, о работе правительства за прошлый год, говоря вот о годе нынешнем и в перспективе заговорил о такой вредной реиндустриализации, она фактически получает такая умная реиндустриализация. Это вообще возможно, с учетом того, что объемы промышленного производства в Латвии по-прежнему достаточно низки? Возможно, это происходит, но это происходит само по себе из-за, скажем так, труда предпринимателя и то, что делает предприниматель со стороны государства. Ну, это более такая амбиция и надежда, но сказать, что у нас вот такие целенаправленные действия в эту сторону идут, ну, конечно, есть, но, конечно, все-таки в прямую зависит от матери. Но если мы смотрим на промышленность, то да, там ситуация, я бы сказал, даже очень хорошая, видим, конец прошлого года, новый рекорд общего производства, новый рекорд экспорта товара из Латвии, и, ну, конечно, этому способствует такая очень хорошая глобальная ситуация в мировой промышленности, так как вот этот перенос потребления услуг на товары, он произошел везде, к тому, что в прошлом году в это время очень резко упало производство во всем мире из-за вот начала этой ковидской пандемии, что и на каких-то резервов на складах довольно мало, и нужно настать упущенное в прошлом году, что они произвели, ну, вот сам спрос, он повысился, и это невидимо у наших производителей, не у всех, не во всех отраслях, но многим сейчас довольно хорошая ситуация. Вот мы знаем, что вот есть этот механизм, специальный созданный фонд, так он называется, оздоровление и устойчивость экономики в Европейском Союзе, ну, Латвия пока, я так понимаю, может рассчитывать на 1,6 миллиардов, даже был составлен план распределения этих денег, понятно, что еще будут какие-то коррекции, но этот план подвергся очень большой критике, поскольку оказалось, что опять-таки значительная часть средств будет отдана на освоение, если так можно сказать, министерствам, самоуправлением, то есть предпринимательскую среду в частный бизнес на создание вот этого, не знаю, новой продукции, крайней мере, пока сейчас. Вы видите в этом какую-то опасность? Ну, да, я тоже этот план смотрел, я понимаю, вы сейчас переделываете за то, что и Европейская комиссия не очень довольна этим планом. Конечно, вот тут, что мы говорили, что с одной стороны как бы производство говорит о каких-то намерениях вот такого умного роста и промышленности, экономики, со стороны, с другой стороны, вот те деньги, которые нам дают, чтобы это осуществлять, мы вкладываем туда же, куда обычно, очень много, в государственный сектор. Я думаю, там есть и много хороших программ, даже утепление домов, энергоэффективность предприятий, гранты, там есть хорошие программы, но как бы в целом этот план не создавал впечатления такого, скажем так, целенаправленного плана на достижение каких-то вот таких целей, о которых говорил премьер Каренч. Ну, надеемся, что будут подправки какие-то, когда сейчас государственный сектор, мне кажется, палата торговли, потому что где-то больше 80% от всех средств уйдет на государственный сектор, а кризис пострадал частный сектор. Да, вот еще может быть такой важный вопрос, мы как бы в начале эфира коснулись, советник премьер-министра как раз по финансовым вопросам Даудерис призвал правительство все-таки впредь быть очень осторожными с этими тратами, вот эти 800 с чем-то миллионов, довольно большая сумма, которая была выделена от фонда, непредвиденные расходы, из них осталось уже 100 с чем-то миллионов, то есть очень быстро у нас еще год только практически начался, а очень быстро мы тратим эти деньги, есть в этом опасность или ничего страшного, сейчас все страны так действуют? Ну, конечно-то все происходит за счет долга, и конечно-то приведет к повышению долга, но если мы смотрим на общий долг Латвии, он довольно низкий, и в прошлый год дефицит был меньше, чем возможности тратить и поддерживать экономику, они есть, конечно, эта скорость, которая сейчас начали деньги раздавать, она немного опасная, так как мы не знаем, как будет развиваться ситуация с COVID, как пойдет вакцинация, сколько нам денег нужно будет, как будем поддерживать экономику во второй половине года, в следующий год, так что да, какой-то риск там есть, конечно, пока что из тех мер, которые приняли, мы можем говорить, могли ли эти деньги потратить лучше, наверное, могли бы, но они сами по себе, эти затраты при меньшинных процентных ставках такого большой нагрузки на государственное казну они не делают, но, конечно, если мы будем продолжать в таком же темпе раздавать деньги, тогда эта ситуация может уже меняться, и я уже вижу, что и какие-то интересы со стороны кредитных рейтингов агентур уже появляются, но а какой план, а куда эти деньги инвестироваться и так и далее, так что пока что ситуация, те меры, которые приняты, на мой взгляд, такого большого дополнительного риска не создают, но динамика очень-очень быстро пошла, скажем так. Да, ну вот, наверное, нельзя не поговорить чуть-чуть о вот тех новых планах, которые презентовало еще во вторник презентовало правительство, сегодня мы ожидаем какое-то решение, судя по всему, по этому варианту А, там вот были четыре варианта А, Б, Ц, Д, и вот, по-моему, вы в социальных сетях, вот, мне кажется, очень логично заметили, что если бы это было в начале, вот этой первой волны весной, и появлялись такие планы, ну, можно было еще сказать, ну, да, опыта нет, все страны, вот, методом проб и ошибок пытаются каким-то образом вот нащупать те верные решения, которые необходимо принять, но вот сейчас, когда мы уже там, вторая волна у нас заканчивается, наверное, скоро будет третья, и вот такой хаос вот в этих предложениях чиновников, то А, Б, Ц, Д, там, не разберешь, что в результате будет принято, и самое главное, как это все будет контролироваться, да, ведь можно принять любые ограничения, вопрос в том, как вот будет, я не знаю, сейчас по офисам поедет, полиция будет проверять, вот такой хаос вас не смущает? Ну да, тут меня смущает, это однозначно, сейчас в пятницу посмотрел уже год, как вот в Латвии объявили чрезвычайную ситуацию, первый раз, и совершенно как бы, ну те, мы как бы рассматриваем какие-то варианты, которые не скажем, что очень детально разработаны, что там нужно подработать, и я тоже смотрел эту дискуссию в кабинете министров, я не очень понял, ну как бы, мне не создалось впечатление, что вообще все поняли, о чем идет разговор, о каких ограничениях, как это отличается от внешней ситуации, так что я довольно критически отношусь к этим предложениям, мне кажется, в ситуации, где мы уже живем с коридом год, нам уже нужно было иметь планы для разных сценариев, уже отработанных, отработанных по довольно же специфическим направлениям, как, какие меры мы будем принимать, кто это будет контролировать, как это будет все осуществляться в жизни, как это все еще создается, что это все делается, ну, сегодня проснулись, посмотрели, какая ситуация, ну, нужно что-то делать, ну, давай какие-то решения будем принимать, так что вот такой планированный, сложенный действий, все еще как-то не видно, ну, трудно сказать, это как-то исходит из-за того, что у нас вот такая коалиция, много партий, там много взглядов, либо это чиновники, которые как-то, ну, не могут поддержать наших политиков, трудно сказать, какая причина тут, но на то, что на этот пункт пандемии я бы хотел видеть более уже четкие решения и продуманные планы это назначено, и даже, ну, в самом худшем варианте, когда мы все будем сидеть дома, там было предложение закрыть некоторые промышленные предприятия, что, ну, насколько я знаю, нигде в Европе не делалось, даже там, где был твердый локдаун, как его называют, что все сидят дома, даже тогда промышленность работает, и при том, что мировые рынки растут, сейчас что-то остановить, это очень большой риск потерять торговые рынки, ну, а дискуссия, я даже смотрел, это приложение, оно было как бы предложено, ну, так, проходя мимо, ну, может быть, нужно что-то там и как-то делать, но это несерьезно, ну, нельзя чиновники, нельзя правительство так, ну, проходя мимо, довольно серьезно предложить остановить часть промышленности, это, ну, как-то несерьезно. Ну, и потом надо понимать, что кредиты кредитами, но в любом случае госуправление живет за счет налогов, да, государство живет за счет предпринимателей, просто парализовать всю экономику, я даже думаю, что и Германия не может себе позволить, хотя у них эта подушка безопасности намного более объемная, чем в Латвии. Ну, да, конечно, мы видим, что, ну, например, та же Южная Корея, ну, какой-то центр производства микрочипов в мировой экономике, где сейчас дефицит, они даже приоритет дает критическим работникам в этих промышленных предприятиях, чтобы они получали вакцину, то есть, ну, совсем другой подход к экономике, там тоже, ну, есть некоторые отрасли, где дается приоритет. Конечно, ну, экономические факторы не нужно учитывать. Как я сказал, пока что у нас долг довольно низкий, мы можем поддерживать экономику, и нужно ее поддерживать, так как некоторые отрасли не работают, чтобы спасать жизни и, как бы, другим, но это все равно нужно делать как-то продуманно. Если мы говорим, вот, о тратах, да, вот мы частично затронули, но вот сейчас, вчера был сюжет по латвийскому телевидению, есть такое ощущение, что вот пытается действовать какими-то, не знаю, старыми методами, там, не знаю, издания газеты, да, вакцины, вакцинах нет, вакцин нет, газета будет издана, 820 тысяч экземпляров. Вот вчера там выделена была какая-то большая сумма проекта Грибу Вассера, да, и так далее. Вот мне кажется, что, может быть, не вдаваясь в подобности этих проектов, но вот жители Латвии смотрят на все это и действительно не понимают, вместо того, чтобы реально решить проблемы с вакцинами, занимаются какими-то псевдорекламными компаниями, что-то непонятное. Ну да, есть решения, которые смешают по поводу газеты, неотрудно сказать, это нужно делать исходя из оценки, как лучше всего достичь населения и как бы дать все необходимую информацию, я думаю, для некоторых групп жителей это может и очень хороший способ, но тут я не специалист, конечно, для меня газета, но это тоже не нуждаясь, найду информацию, но это я не могу судить о всех, и, конечно, тут такой, вопрос стратегии. Ну, конечно, это само по себе главный вопрос, что мы сейчас остаём в темпе вакцинации от почти любой другой страны в Европе, и это одна самая главная проблема, и тоже для экономики самый главный риск, я думаю, это то, что если этот темп не ускорится, то уже осенью нам опять же можно будет вернуться к каким-то видам ограничений, к каким-то экономику уже опять нанесить ушиб, так что я думаю, там риск большой, и самое главное сейчас разобраться с вакцинами, чтобы они были, и чтобы их реально уже могли водить людям. Да, вот такой вообще вопрос связанный как раз с ограничением, мы знаем, что министр экономики, господин Виттенберг, ну, всё-таки пытается, хотя целый ряд обвинений у его адреса там бросается, даже президент делал всякие намёки об отставке, но он всё-таки пытается каким-то образом оживить вот этот торговый сектор, и мы знаем, что был некоторое время тому назад подготовлен такой проект открытия таких маленьких магазинчиков, которые имеют отдельный вход, я так понимаю, вне торговых центров, вроде бы это казалось логичным и разумным, и непонятно, чем магазин по продаже обуви опаснее книжного магазина, ну, с точки зрения эпидемиологии, но правительство пока это всё отложило, как вы относитесь к постепенному вот открытию вот этих вот торговых мест, ну, с экономической точки зрения? Ну, конечно, тут, я думаю, нужно сбалансировать все интересы, общественный интерес это снизить уровень заболевания, чтобы мы могли открыть всю экономику, и тут, конечно, я думаю, магазины как-то влияют, но, конечно, если мы смотрим, сравниваем Латвию с другими странами Европы, например, тот же декабрь, январь, у нас упадок в торговле большой, такой же, например, как в Литве, в то же время снижение заболевания, ну, намного меньше, то есть прогресс с ковидом меньше, но это как бы говорит, что, наверное, общие, общие меры, которые приняты по борьбе, они не настолько эффективны, так что, вот, согласно мне кажется, что мы торговлю зря так, ну, пытаемся всадить по существу, да, так как общая борьба, она не настолько эффективна, как в других странах, ну, конечно, если мы говорим по вот индивидуальным магазинам, тут нужно сбалансировать с одной стороны, интерес предприятий, предприятий, и тех, которых могут открыть, и тех, которых не откроют там изменения в конкуренции, ну, и с другой стороны, конечно, это интерес потребителя, так как и люди нуждаются в товарах, у многих всякого рода нужды, и если мы можем открыть какие-то магазины, чтобы люди могли купить, что им нужно, это тоже интерес, нужно учесть, так что, ну, я бы все-таки согласился, что, наверное, нужно думать о таких разумных шагах, как открыть торговлю, но, при том, что я понимаю, что, ну, это какой-то риск эпидемиологический создает, но что мне как-то не нравится, что у нас борьба, она окажется немного, ну, такая экономически дорогая, но не очень эффективная с ковидом, если мы сравним с другим странам, и тоже закрывает торговлю, но, при том, заболевание ковидом, ну, сильно падет, у нас так все как-то медленно идет, наверное, из-за того, что другие ограничения либо не настолько строгие, либо их не контролируют. Да, вот, наверное, часто вам экономисты задают такой вопрос, вот, с точки зрения цен на такие вот основные энергоресурсы, нефть, газ, мы видим здесь какие-то вот такие особенности, вот, связанные вот с этой пандемией, или вот это никак не коррелирует. Ну, тут больше такой экономический цикл был, в прошлом году сильно упал спрос, потому что там в одной виде негативной цены на рынках США, ну, там очень небольшой такой момент был, сейчас, конечно, экономическая активность на газон выявляется, особенно промышленный сектор, так что спрос на нефть в глобальных рынках он возрос, но в то же время, мы понимаем, что рынки на нефть, они все-таки контролируемы, это ОПЕКС Россия ограничила производство, ну, так что, все это, как бы, этот баланс спроса и производства, он поменялся, ну, вот, из-за этого и прирост цен, конечно же, есть какие-то опасания инфляцией, так как более устойчивый из-за всех мер поддержки экономики, так что это тоже влияет на нефть, на другие ресурсы, например, металлы, либо пешевые продукты, ну, и там везде мы видим перерост, ну, скажем, в мае месяце прошлого года по всем большим категориям ресурсных прирост цен на рынок. Вы упоминали вот банковский сектор, и обращая внимание на такую интересную тенденцию, что касается январских показателей, что действительно все-таки накопление населения растут, значит ли это, что банки, ну, будет, не знаю, более либеральный подход у них будет к выдаче, не знаю, кредитов, ипотеки? Ну, пока что это трудно сказать, мы еще в пандемии у нас тоже очень там больше, мне кажется, полтора миллиарда евро в кредитах сейчас, либо реструктуризированы, либо им дадим мораторием, да, там мы видим, что, скажем так, по качеству кредитов там платежи, ни платежи не растут, ну, а с остальных банков было сделано большие шаги, чтобы как-то облегчить ситуацию вот тем предприятиям или людям, которые брали, которые, которые представляют из-за ковида, так что нам еще нужно увидеть, как эта ситуация будет развиваться после кода, как пойдут эти платежи, но, конечно, то, что объем средств системы растет, ну, это создает больше возможностей кредитовать банкам, и тут, ну, со стороны банков даже иногда кажется, что вот спрос от предприятий пока что довольно такой осторожный, так как и предприниматель все-таки сможет ситуацию и, ну, пытается понять, когда уже безопасно инвестировать, ну, и тут мы немного может отличаемся от наших соседей, видим, что в Эстонии в Литве там все-таки кредитование активнее, ну, и за счет того, что предприниматели может все лучше чувствовать, или, не знаю, но, небольшие эти разницы, но они все-таки имеются, ну, конечно, то, что накопления растут, я думаю, это будет способствовать кредитование, и тоже на несколько недель назад Ассоциация банков тоже вышла с таким планом 15 пунктов, как ускорить кредитование, как его способствовать, там много предложений под теневой экономик, развитие рынка капитала, ну. Ясно. Вот, может быть, тогда такой последний вопрос, что касается банков, можно ли еще сказать, что вот отсутствие по существу вот этого нерезидентского банковского сектора после всех известных изменений все-таки банки смогли адаптироваться, то есть они поняли, что вот нужно работать, не знаю, там, внутренних рынках, на рынках стран ЕС, и вот эта вот история с нерезидентским бизнесом, ну, фактически закрыта. Ну, я бы сказал, да, в большинстве закрыта, конечно, банки адаптируются, ищут новые ниши, тоже сокращают свою работу, то есть в банках и секторах стал меньше по сравнению с экономикой, так что там, ну, работа по многим направлениям, ну да, ищут новые модели, ищут новые возможности бизнеса, этот процесс, он, он все еще, я думаю, продолжается, и будет продолжаться, но экономика никогда не встает на месте, она все время развивается, все время что-то меняется, и банки тут не исключение. Ясно, спасибо большое за такой исчепывающий комментарий, экономист банка ЦИТАДЕЛ Мартин Чаблонич был у нас на прямой, в прямом эфире посредством ЗУМа, большое спасибо. Спасибо. РАДИО